Дмитрий Седов Машинка. Точнее, швейная машинка Зингера. На вопрос, кто изобрел швейную машинку, большинство не задумываясь ответят – Зингер. Однако, это не совсем верно. Первый проект швейной машинки предложил Леонардо да Винчи еще в 15 веке. Впрочем, идея так и осталась невоплощенной. Не получила широкого распространения и швейная машина, запатентованная в 1755 году немцем Карлом Вейзентелем. Такая же судьба была и у машины для пошива сапог, которую изобрел англичанин Томас Сент в конце 18 века. Создателем прообраза современной швейной машины стал американец Элиас Хоу. Его машина, сделанная в 1845 году, была сконструирована весьма удачно и делала до 300 стежков в минуту. Однако, любая машина рано или поздно выходит из строя. Аппараты, созданные Хоу, постоянно ломались. Их приходилось часто ремонтировать. Как раз в одной из таких мастерских по ремонту швейных машин трудился инженер-самоучка Исаак Зингер. Свою первую машинку он создал на спор. Однажды заваленной работой Зингер в сердцах сказал хозяину мастерской, что эти чертовы машинки будто бы специально сделаны так плохо и что он может придумать более совершенный и долговечный аппарат. Слово за слово дело дошло до пари. Зингер занял у знакомого 40 долларов, потратил на работу 11 дней и построил новую швейную машинку. Представленная миру швейная машинка Исаака Зингера значительно превосходила все предыдущие образцы. Более того, изобретатель полностью пересмотрел всю концепцию работы швейного оборудования. Ткань теперь располагалась горизонтально и прижималась лапкой. Машинка работала от педали с ременным приводом, что освобождало руки партихи и позволяло придерживать и направлять ткань. В 1851 году в Нью-Йорке Исаком Зингером совместно с Эдуардом Кларком было учреждено товарищество. Изобретатель для увеличения спроса придумал передовую по тем временам систему, дал клиентам возможность заказывать запчасти для исправления возможных неисправностей машинки в домашних условиях. Бизнес процветал и скоро швейные машинки Зингер начали продавать по всему миру. А вот в Германии они долгое время выпускались без лицензии. Уже существовавшая фирма по производству косметики Зингер в какой-то момент решила расширить свой бизнес, купив еще несколько мастерских для выпуска не сертифицированных швейных машинок. При этом название оригинальных Зингеров писалось на английском языке, как Сингер, певец. Такое положение дел было до Первой мировой войны. Из Германии швейные машинки поставлялись в Россию. Возможно, именно поэтому фирму Зингер многие считают немецкой. Впрочем, в Российской империи было в итоге налажено собственное производство. В Санкт-Петербурге построили роскошный офис компании, который сейчас украшает Невский проспект. Здание было оснащено самыми передовыми технологиями того времени. С 1897 года возникает российский филиал компании Зингер. Спустя пять лет в подмосковном Подольске был построен завод, на котором выпускались машины. Есть знаменитая швейная машинка и в экспозиции нашего музея. Правда, формально это не совсем Зингер. Ведь начиная с 1923 года такие машинки выпускались под названием «Госшвеймашина» и «ПМЗ» – Подольский механический завод. К сожалению, не сохранился серийный номер машинки, а логотип почти стерся от времени. Но в нижней его части можно увидеть буквы «НКТП», что обозначает Народный комиссариат тяжелой промышленности СССР. Он был образован в 30-е годы, а машинка до сих пор работает. В Советском Союзе домохозяек всячески старались облегчить. В том числе и поэтому швейные машинки выпускались в большом количестве. Они, в общем-то, не были редкостью. В некоторых семьях они хранятся до сих пор. Возможно, вы даже поймали себя на мысли, а ведь такая же была у моей бабушки. Специально для российского потребителя логотип заменили на «Зингер» с твердым знаком на конце. Продукция выпускалась надписью «Поставщик двора Его Императорского Величества», что для того времени было равносильно знаку высшего качества. В годы войны на оккупированной территории обладательницы таких машинок обязаны были шить для немцев, например, караульные боты. Ну а в тылу под лозунгом «Теплые вещи фронту» тысячи женщин и девочек шили на таких машинках рукавицы и кесеты для бойцов. На этом все. Еще больше программ смотрите на сайте Музея Победы. С вами был я, Дмитрий Седов. Увидимся!